Добрый вечер, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова. Сегодня мы будем говорить о современном молодежном кино. Какое это кино? Каким оно должно быть? С какими трудностями сталкиваются современные молодые кинематографисты? И какие фильмы они предпочитают снимать? Гость нашей программы – человек, который знает ответы на все эти вопросы. Это кинорежиссер, сценарист, продюсер, заведующий кафедрой киноискусства Казанского государственного института культуры Алексей Парыкин. Здравствуйте, Алексей Александрович! Здравствуйте! Хотелось бы знать ответы на все вопросы, но постараюсь что-то сказать. Я знаю, что вы знаете и сейчас нам расскажете. Я лично знакома с вашим творчеством благодаря двум вашим фильмам, которые прогремели не только в России, но и за рубежом. Активно они получили признание на многих международных кинофестивалях. Это «Заступница» и «Сухая река». Фильмы разные, но я бы назвала и тот, и другой фильмы для умных. Они такие заставляют думать, рассуждать. Как вы сами бы охарактеризовали свое творчество? Если творчество в целом. Ну, эти два фильма, это, так сказать, за последние пару лет. Пару лет то, что было сделано. Фильмов-то много. И разное. И, в частности, ну, «Сухая река», наверное, да, можно сказать, что это фестивальное кино. Во всяком случае, оно такое необычное. Надо какое-то привыкание к нему, что ли. А «Заступница» — это, в общем-то, телевизионный, форматный, документальный фильм, который, наоборот, как раз легко смотрится для самой широкой аудитории. Просто, ну, вот тематика такая, связанная с религиозной отчасти темой. Ну, вот вам самому ближе все-таки кино, так скажем, для всех или кино для умных? Я могу и так, и так. Иногда так бывает интересно, иногда так. Причем иногда бывает, что вдруг ударишься в документалистику, ну, именно такая авторская документалистика, иногда, наоборот, игровая. Вообще, мне, на самом деле, это ближе всего жанровое зрительское кино. Мне нравятся ужастики, мне нравятся комедии, мне нравятся мелодрамы. Вот просто реже представляется случай снять такой фильм, но это то, что я люблю. Ну, это то, что, на самом деле, любят, наверное, все. Да, это вот такое кино, которое даже очень-очень умные люди, мудрецы, время от времени, чтобы отдохнуть, чтобы расслабиться, любят посмотреть. Да, жанровое кино, оно может быть вполне авторским и вполне, так сказать, глубоким. Все же взять там знаменитых режиссеров, типа Спилберга, например. Вот он же на той Спилберг, что он снимает, с одной стороны, вроде развлекательное и зрительское кино, а с другой стороны, оно достаточно авторское и произведение искусства. Но хотел бы я так уметь снимать, надеюсь, что когда-то удастся создать подобные проекты. Просто о сложном, да, это, наверное, как раз вот и такой момент гения, да, момент гениальности, когда... Да, фильм, в котором критикам есть свое, а зрителю, который ищет какого-то развлечения, для него свое. Я знаю, что вы не только работаете как режиссер, не только снимаете картины, но еще и активно работаете с молодежью, да. Вы педагог, у вас своя киношкола, вы преподаете. Скажите, вот расскажите немножко о своей преподавательской деятельности. Что за молодежь сегодня хочет снимать кино? Что это за новое поколение, которое... Кино увлекаются очень многие, особенно это произошло с тех пор, как последние, даже я бы, наверное, сказал лет пять, такой технологический прорыв, когда появились всякие фотоаппараты, там, марки, появилось, ну, допустим, когда уже на бытовом ноутбуке домашнем можно стало монтировать видео. И многие увлеклись этим, но увлеклись, скажем, с технической точки зрения. На самом деле, научиться пользоваться камерой и там монтировать, это достаточно просто сделать и самому. А вот именно проблемы часто возникают не в технической части, а именно в плане режиссуры. Тебе надо рассказать историю, тебе надо продумать этих персонажей, понять, почему они такие. Надо ответить на такие глобальные вопросы, как, скажем, в чем актуальность этой истории, вообще зачем зритель станет это смотреть. Вот это вот самое сложное, чему можно учить. То есть тыкать кнопки легко. А вот о таких вещах, вот это то, на что больше всего усилий тратится. И, ну, в общем-то, это связано с определенной ломкой, что ли, у студентов. Приходит студент, у него некое свое представление, что важно, что не важно. И потом он, когда он постепенно начинает понимать, что то, на что он никогда раньше не обращал внимания, ему казалось, что это ерунда, что это-то и есть самое важное. Потому что, ну, допустим, ищут люди, как нам снять красивую картинку. Потому что увлекает же там фотоаппарат. Купил дешевый фотоаппарат, снял, а так похоже на кино. И это так воодушевляет, как бы. И люди начинают делать эту красивую картинку. А потом оказывается, что можно снять фильм с красивой картинкой, а никому не нравится. Все говорят, фу, что за гадость. Как, ну, какие-нибудь там фильмы класса Б, какие-нибудь плохие боевики. Взять там американские. Они плохие, их до конца не досмотришь. Отвратительные, но они же как красиво сняты. Все спецэффекты, все на месте. А бывает фильм, который снят просто там бытовой камерой. И вдруг это шедевр, который так трогает людей. Не в том дело, как снимать и на что. А в том дело, что ты снимаешь, какая история, которую ты рассказываешь. В данном случае, наверное, тот технологический прорыв, о котором вы говорите, убивает творческий процесс в какой-то степени. То есть меньше драматургии, меньше... Это похоже, знаете, художник. Есть как бы... Ну, представьте, что раньше карандашей не было на свете. И только карандаш можно было купить, допустим, за 5000 долларов. Поэтому эти карандаши покупали только самые люди, которые профессионально этим занимались. И они поэтому все умели рисовать. А потом только раз, и карандаши стали стоить по 10 копеек. Все взяли эти карандаши, стали ими водить по бумаге. Оказалось, что на самом-то деле надо учиться рисовать, чтобы что-то получалось. А всех теперь радует, значит, что какие дешевые карандаши, мы все можем себе их позволить. Думаю, что, наверное, эта волна вот как раз должна... Ну, должно прийти к людям понимание, что смысл-то вовсе не в аппаратуре. Смысл в другом. Меня вот давно уже занимает этот вопрос, потому что очень много сейчас на Ютубе и так далее самодельных таких, скажем, фильмов, сделанных абсолютно непрофессионально. Но при этом я вижу, что там, скажем, тысячи лайков. Нет, на лайки нельзя смотреть в Ютубе в том смысле, что они по-другому немножко принципу ставятся. Допустим, ни один самодельный фильм, он все равно там веселого котика там в шляпке, который длится одну минуту, не переплюнет. Потому что лайков, во-первых, больше всегда у более коротких видео. Во-вторых, ну, я говорю, котик — это беспроигрышный вариант. И какой гениальный фильм я сниму, не сними, по лайкам он плюс сто пятьсот все равно не превзойдет. Плюс сто пятьсот — вот самое то, что нужно. Вот. Потом лайки, ну, это же искусственно набирается. Тут вопрос в другом. Когда зритель, допустим, по Ютубу включает фильм любительский, и, ну, как бы, трудно вроде как это сказать, но понимаешь, что это не кино. Вот это не кино, это какой-то любительский ролик. И иногда трудно объяснить, почему, но это сразу понятно. И вот что же такое надо сделать, чтобы это был не любительский ролик, а чтобы это было именно кино. Вот тут сложно. Чтобы в какой-то степени заставить думать, да, и удержать зрителя. Потому что это труд смотреть интересное кино, так скажем, сложное кино. Это труд. Ларса Фонтрейера, например, сложно смотреть. Это трудно, но потом ты возрождаешься, да. Он в какой-то степени играет роль, так скажем, очищения, вот для меня лично. Ну, наверное, так. Фонтрейера, ну, на мой взгляд, как раз, наоборот, он увлекательный очень. Ну, некоторые фильмы. Начинаешь смотреть, и трудно оторваться. Я чаще заставляю себя, потому что мне сложно его смотреть. Я заставляю себя начать его смотреть, а дальше действительно, да, если ты втянулся... На самом деле, мы, это вот одна из сложных вещей, с которых мы всегда начинаем со студентами. Вообще, где граница между кино и телевидением? То есть, сейчас же, раньше было понятно, вот кинокамера, кинопленка, там все, а здесь вот там телевидение. А сейчас, ну, условно, аппаратура, программа одни и те же. Люди берут в руки одни и те же камеры, на одних и те же, в одних и те же программах монтируют. Но у одних получается как-то вот что-то похожее на кино, а у других не похожее на кино. Там один из главных принципов, что кино, оно больше невербально, то есть, не словесно. Телевидение больше делает ставку, вот как мы с вами сейчас и сговорим, мы все проговорим словами, да? Кино, чем меньше слов и чем больше вы рассказываете за счет образов, символов, действий, мизансцены, подтекстов, которые там между словами возникают, тем оно больше ближе к кино. И, соответственно, чем мы ближе к кино приближаемся, тем больше оно работает не с сознанием, а с какими-то более глубинными уровнями, вот с подкоркой, с подсознанием. Потому что, ну, как музыка, если мы слышим тревожную музыку, возникает тревога, но это точно не на уровне сознания, да, возникает. Точно так же, если мы видим какое-то тревожное изображение с специфически поставленным светом, это тоже где-то в глубине. Вот, соответственно, телевидение, используя вербальные словесные методы, оно больше имеет дело с сознанием. Чем больше мы лезем в подсознание с помощью несловесных методов, тем глубже мы в теме кино. Поэтому, знаете, интересно посмотреть достаточно легко тем, кто обучен именно киноменталитету, легко адаптироваться по телевидению, но очень трудно с телевидением адаптироваться под кино. Мы говорим, допустим, ну, приведите примеры киношников, которые делают телепроекты. И говорят, да все, там Михалков, там все публичные люди, все делают это. Назовите какого-нибудь человека из телевидения, который снял кино. Документальное кино сейчас много журналистов снимает. Оно телевизионное. То есть, допустим, если говорить, что там Парфеонов, например, снимает, но это телевизионная документалистика. А игровое кино, ну, практически исключительный случай, это, скажем, если можно называть кино то, что снимает Comedy Club, типа «Яйц судьбы». То есть оно как бы выходит в прокате, но это все равно не кино. Это, ну, просто тот же стем, просто переделанный на большой экран. То есть трудно все-таки, именно если ты привык словами работать, трудно работать несловесными методами. Вот это как раз то, чему приходится учиться, на что много времени тратится, на несловесность. А как это научить? Это же как-то, я не знаю даже, я не могу себе представить теорию. А вот так вот упражнение, допустим, ну, мы рассказываем, допустим, пример, какой-нибудь дневной сериал. На телевидении дневные и вечерние. Вечерние — это настоящее кино, просто из нескольких серий состоящее. А дневной — это классический сериал. Приходят там два актера друг к другу, говорят там «Привет, привет», там «Как жаль, мы с тобой давно не виделись, а помнишь, ты же была там моей женой, мы с тобой развелись». А я так пусковала. Да, да, да. Если вы смотрите кино, может быть, они пришли, они бросили друг на друга взгляд, а он покрутил кольцо, положил, бросил, а она пошла, посмотрела, его фотографию разорвала, например. Разные способы, которыми мы пытаемся то же самое передать. Ну, элементарно говорим, допустим, дневной сериал. Приходит человек с улицы, ну, какая-нибудь там павильонная, там «Моя прекрасная няня», и делает так «О, как холодно, на улице 25 градусов мороза», да, все надо проговорить. А если это в кино, то она просто трясется, да, ее знобиды. Это же дальше уже фантазия. Открывается дверь, оттуда метель, а человек входит, у него вот борода, усы, вот висит лед. Сапоги, допустим, они примерзли, прямо лед в них, они не могут, он не может их снять, значит, он лезет, например, пытается содрать, они примерзли, он разрезает их ножом, там такие кровавленные ноги под этим, он идет в ванную, там стоит таз пластиковый, он наливает туда горячую воду, оттуда пар, он ногами залезает в этот таз, кричит от боли, падает, вода разливается, понимаете, целая куча аттракционов, которые очень эмоционально действуют на зрителей, без единого слова, но зато зритель понимает, как он замерз. Как же холодно там было. Слов не надо. И вот мы делаем кучу таких упражнений. Причем это также делается и в звуке. В звуке ведь, допустим, чтобы показать звукам, что страшно, и здесь будет происходить что-то типа фильма ужасов, для этого не надо слова. Возьмите там, ну, заставьте каким-то известным фильмом ужасов, вот просто вот этот фон, который уже достаточно, чтобы на психику начал действовать. Мне очень интересно, да, вот вы в какой-то степени, кино, да, конечно, тоже манипулирует сознанием в этом плане, и вы уже не первый раз произносите фразу «фильм ужасов». Я знаю, что недавно вы сделали за неделю фильм ужасов, и за шесть дней, да. На седьмой день почивали от трудов, да. А, я догадываюсь, с кем мы сравниваетесь. И не потратили на это ни копейки денег, это правда? Да, это правда, это такой есть формат, он делается на многих, ну, таких больших фестивалях, серьезных, воркшоп, когда собираются группы людей, и, допустим, они берутся сделать какой-то проект за очень короткое время. Ну, шесть дней, это примерно правдоподобно, то есть первый день полностью зарабатывает сценарий, идея, на второй день это вся подготовка, актеры, кастинг, дальше два дня съемок, день монтажа и день поста, цвет коррекция, там, звук, тому подобное. Вот сделали, да, мы сняли фильм «Мужсов», по-моему, это первый фильм «Мужсов» в Татарстане, такой с этим. Почему фильм «Мужсов»? Потому что как раз это жанр, на самом деле, на котором очень удобно учиться. Например, когда мы звукорежиссеров готовим, мы начинаем всегда с фильм «Мужсов», потому что очень, как бы, простой критерий. Во-первых, фильм «Мужсов» — это всегда что-то такое, связанное с подсознанием, что-то несловесное, чтобы человека напугать, как-то вот надо в душу ему напомнить какие-то детские страхи, надо напомнить... Архетипы такие какие-то, да, вот это надо почувствовать. Во-первых, а во-вторых, ты смотришь, и ты сразу понимаешь, получилось у тебя или не получилось. Допустим, в драме, когда ты свой же фильм смотришь, трудно понять, а как вообще это. А ужастик страшно, значит, получилось. Не страшно, значит, не получилось. Вот. Вот звуковикам, допустим, первые задания, которые они делают, сделай вот так вот. Один файл на минуту, звучание без слов, но чтобы сразу было понятно, что это страшно. Сколько фантазии проявляет, очень интересно. Я понимаю, что это безумно интересно делать, но вот сама, например, я не очень люблю фильмы ужасов. И я ругаю своих детей, когда они их смотрят, потому что мне кажется, что это воздействие на психику, что это как-то травмирует, особенно если говорить о психике ребенка и так далее. Вот скажите, польза. Я вот понимаю пользу заступницы, я понимаю пользу сухой реки, я понимаю, конечно, классические варианты, да, все вот фильмов и так далее. Я думаю, что это надо достаточно глубоко копать в психические процессы. Тут польза, как сказать, для чего вообще кино существует, как говорят, да, то есть со времен Аристотеля, когда он дал определение в поэтике, что, ну, в то время не про кино, там про искусство, про театр, да, что это привести зрителя к сопереживанию, через катарсису, через сопереживание и страх, да. Даже не в том дело, что он там произносит через страх, а дело в том, что он предлагает искусством вызывать эмоции. То есть мы ходим, мы живем там повседневной жизнью, и за дня в день повторяется что-то такое, и мы чувствуем, что этого мало нужно как-то добавить. И мы ищем эмоции. И этих эмоций, как сказать, все равно давно определено, что основные эмоции, они в каких-то самых глубинных находятся. Это страх, это насилие, это секс и смех. Танатус. Смех. По Афрейду еще смерть. Да, ну, смерть, вот как раз она и выражается. Страх выражается. То есть вот три, можно сказать, три базовых, поэтому, если режиссер может снять комедию, ужас и... Что там у нас получается? Любовную мелодраму, да? Да, и там эротическое что-то, да, мелодраму, например, то он в любом случае где-то затронет что-то глубокое в зрителе. Соответственно, у зрителей возникает желание испытать какие-то сильные чувства, просто сильные эмоции. И он это может вызвать в себе. На самом деле, эти ужастики, они во многом носят защитную реакцию. Если взять современных детей, вдруг оказывается даже замечено, что, не знаю, приводят их в морг, они там видят трупы, им это совершенно не страшно, потому что они гораздо страшнее видели. Там у нас в компьютерных играх они более страшные, ходят и с топорами, а здесь он просто белый и лежит не страшно совсем. Да, вот. То есть, так это же защитная реакция. Это защищает от страхов, с которыми они в реальной жизни могут столкнуться. В этом смысле, да. Это одна из этих... Можно вспомнить наших предков, достаточно недалеких, которые пережили войну в детстве и так далее, которые действительно пришлось это все видеть в реальности, и они выросли сильными, мужественными людьми. Да, и при этом как раз всегда можно посмотреть, что, допустим, люди войны и военных лет, какие фильмы снимались в это время, никто категорически, конечно, не смотрел никакие фильмы ужасов, а, ну, допустим, смотрели очень легкие комедии, очень легкие... В наше время не могли бы появиться там «Ведные друзья» или там «Небесный тихоход» и тому подобные фильмы. Это фильмы, которые тому поколению были нужны. А нашему поколению сейчас, которые, наоборот, там во многом избалованы, изнежены, и там представить, что человек может, например, в какой-то день не обедать, не ужинать, и там голодать, например, невозможно. Или там представить, что человека там могут убить, и на него может напасть волк. Невозможно, да? И в этих условиях, наоборот, начинают искать какие-то кошмары. Причем не только кошмары такие простенькие, как в фильмах ужасов, а кошмары социальные, как то, что там Фонтриер показывает, или какие-то такие острые документалистику, острую, тяжелую, например. Ну, может быть, действительно, если в нас заложена жажда страха, то пусть она уже где-то воплощается в виртуальном мире. Ну, жажда ли это страха, не знаю, но, во всяком случае, это что-то, что нас волнует. То, что нас волнует, это все-таки искусство. И эмоции, это всегда бесценно. Я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку», и гостем нашей программы является режиссер, сценарист, продюсер, заведующий кафедрой киноискусства Казанского государственного института культуры Алексей Барыкин. Алексей, я знаю, что вы очень много работаете с молодежью, конкретно с молодыми кинематографистами. Скажите, а что интересует современных молодых кинематографистов? Можно сказать, что в каком-то смысле пустые люди. В том смысле, что, допустим, если им просто предложить «придумай сценарий и сними что-то», это будут сценарии в основном подражательные. То есть подражают что-то, что им, например, понравилось, но не связано с какими-то острыми действительно переживаниями. Ну, то есть чувствуется, что это не как бы невыстраданная, нежизненная тематика, нет желания передать какую-то актуальную тему и острую из жизни, потому что просто опыта нет. То есть совсем другое дело. Приходят, допустим, студенты даже, ну, которым не то, что там мы работали и там 35 лет приходят, и 40 лет, это вообще совершенно другое понимание. Вот когда приходят 18, и когда приходят даже 20, между ними уже разница огромная. Тому, кому 20, у него есть что сказать. И это, допустим, знаете, вот 18-летний, да, всегда типично, вот придет группа 10 человек, я могу сказать, что они снимут, что наверняка хотя бы кто-то из них что-то снимет. Потому что есть типовые сюжеты, каждому из них они кажутся очень оригинальными, но они повторяются каждый год абсолютно одинаково, и ни один из фильмов не интересен. Потому что обязательно кто-нибудь снимет зомби-апокалипсис, обязательно кто-нибудь снимет подражание Тарантино, где друг на друга пистолеты будут направлять, обязательно кто-нибудь снимет, ну, девушки снимут, значит, что меня предали, изнасиловали, а я мщу. Ну, вот в таком духе. Это все очень, ну, стандартно. Это не личные переживания, а просто то, что они увидели. Не личные переживания, это просто, ну, некое проявление незрелости и просто того, что не очень острая жизнь. Жизнь такая, ну, достаточно благополучная, и как раз вот люди себе находят, когда они хотят найти острые ощущения, это значит заплатить деньги и поедь куда-нибудь, тебя там, например, там на банане покатают в море, или тебя там с парашютом можно прыгнуть. То есть уже себе развлечения там за деньги находят. Раньше люди не знали там, как от них спастись, потому что развлечения за тобой бежали, и там тебя преследовала смерть, голод, еще что-то там, страдания, угроза близким. А сейчас все как-то стало сладенько. И вот чтобы это победить, у нас всегда обучение режиссеров начинается с документалистики, причем с документалистики, при которой они не имеют права использовать интервью и дикторский текст. То есть можно только наблюдать за событиями, которые происходят здесь сейчас, и из них собрать это. И они начинают искать персонажей, и они для себя начинают открывать жизнь, что на свете рядом с ними во многом такими благополучными, каких только не бывает страдающих, несчастных людей, или людей, совершающих отстающие подвиги, и при этом недооценивающих себя. Настоящее что-то острое и что-то болезненное. Ну, болезненное в смысле то, что трогает, и то, что важно надрывно. То, что вызывает сочувствие. Да. И почувствовав это один раз, они после этого по-другому начинают снимать игровое. Они вдруг понимают, что те сюжеты, которые нам были до этого интересны, нам больше не интересны. Приходят студенты, рассказывают, например, мне пришла в голову гениальная мысль, все очень легко говорят о себе, что они гениальны, ну, что-то типа такого, допустим. Вот апокалипсис, все, значит, вокруг погрязло, и один герой только остался там на земном шаре, и он идет по железной дороге, значит, по рельсам, а навстречу ему такая фигура, и это его смерть. И это смерть к нему обращается, говорит, что ты делал в жизни? Он начинает каяться и рассуждать о каких-то философствах. Ему, видимо, кажется, что это очень интересно, на самом деле, это смотреть. Просто люди плохо себе представляют, что получается. А тут противоположные, допустим, таким сценариям возникают какие-то очень простые, особенно когда они же вырослеют. Допустим, вот сценарий замечательно снимали, но это не у нас, но просто для сравнения, мне тогда понравилось, два человека как раз снимали. А он снимает сценарий про сгущен. А сценарий про сгущен. Такая история, он практически из своей жизни воспоминания. Маленький ребенок с папой пошел с геологами в поход. И там папа, дядя, тетя, а тетя начальница. И вот они сели вокруг костра, папа открыл сгущенку, и ребенок маленький же. Он эту сгущенку начал таскать. А папе, начальница сидит недовольно, смотрит, и какое-то замечание делает. Типа, вот сейчас у нас ребенок тут всю эту самую съешь сгущенку. Значит, отцу неудобно, отец сидит злится. И потом, значит, проходит какое-то время, все уже встали из стола. Он не из стола, а из-за костра. А он ребенку говорит, ну-ка пошли со мной. Ребенок думает, что с папой. Сейчас пойдем, поиграем. Такой веселый, значит, гонится за ним по лесу. И отец останавливается, там отводит от всех, сует, значит, эту банку сгущенки, говорит, нажри. Ребенок там плачет, я не хочу, это нажри. Берет эту ложку и засовывает в рот. Понимаете? Ребенок весь, значит, в слезах. Это он убегает в лес. И отец перепуганный, что такое. Бежит, значит, его искать. И вот ищет ребенка по лесу, значит, с ним. Вот очень простая история про сгущенку жизненная. Воспоминания. Это, да, обычные воспоминания. Но рядом поставить гениальный фильм о человеке, который встретил свою смерть на трамвайных рельсах, да? Историю про мальчика и сгущенку. Сразу же видно все, да? Вот это тот навык, который появляется, когда люди начинают работать с документалистикой. Они начинают чувствовать, что настоящее, а что фигня. Да, очень интересно. Меня просто настолько тронула эта история про сгущенку. Это действительно реальная история вашего ученика, да? Нет, это не моего ученика. Это знакомого, который учился на высших курсах. Просто это он взрослый. То есть ему там к 40 уже. Это просто снимали рядом несколько работ. Меня тоже как раз эта история зацепила, как пример того, что студент, который только что пришел и тоже предложил от себя какую-то историю, но он взрослый. У него есть опыт жизненный. Ему не придет в голову предложить вот эту вот про встречу со смертью в постапокалиптическом мире. Я хочу сказать, что по поводу жизненного опыта здесь же еще очень многое зависит от чувствительности личности, так скажем, да. Есть люди 18, например, одна моя знакомая, которой 18 лет, она мне как-то рассказывала о том, как отец ушел из дома, когда ей было 9-8 лет. И это была такая трагедия. Хотя она молодой человек, и практически опыта у нее никакого в жизни нет. Она ничего не испытала еще в жизни. Но опять-таки детские какие-то переживания, они, наверное, все-таки... То есть нельзя говорить, что человек, не имеющий опыта жизненного, наверное, нельзя все-таки говорить, не имеющий ничего за плечами, не способен воспроизвести даже в качестве ретроспекте... Некоторые могут так остро переживать что-то чужое, что это просто, наверное, можно сказать, взросление. Некоторые могут иметь маленький опыт, но они уже взрослые. Они вот это чувствуют. Откуда берется феномен германики? Это же просто прочитать биографию, и то, что там очень много всякой ерунды, но если у человека... Взять германику, посмотреть какой-нибудь фильм «Сестры». Первый фильм ее, который она снимала, когда она брала интервью у своей собственной сестры, где они там чернуха рассказывают, как она ненавидит свою мать, что эта мать вытворяла. И понимаешь, что человек, который в этой среде вышел, у него очень болит, и много есть что сказать. И, может быть, это многое что сказать явно не такое несветлое, но, во всяком случае, оно живое, и оно просится наружу. Есть такие, есть люди, которые могут быть сами вполне благополучны, но они так остро переживают за других, и остро чувствуют именно реальную жизнь, что бывает, что человек пришел, ему там 18 лет, но он уже взрослый, он выбирает другие темы и умеет рассказывать истории. Если говорить о Казани, о Татарстане, вот я знаю, что был какой-то пробел большой в истории Татарстана, когда не было практически, как таковой, кинематографического искусства не было у нас. Вообще, Татарстане достаточно развит очень долгой традицией кинематографа. У нас первый фильм был снят Булат Батыр еще в 1927 году здесь, в Казани. Это же был фильм костюмированный с большими массовками, и там, между прочим, ассистентом работал Иван Пырьев, будущий директор Мосфильма. Он здесь, у нас в Казани, работал ассистентом на этой картине. Потом здесь была киностудия в разных формах, как филиал других, потом с 1961 года у нас киностудия была уже своя, то есть она 50 лет просуществовала, и там было снято около 4000 единиц продукции, более 4000. И, в общем, там были свои славные страницы. Но дальше, когда начались 90-е годы развал Советского Союза, помимо того, что просто денег не было, и там были героические страницы, когда люди на киностудии работали, и там, когда им не то, что денег не платили, там даже отопления не было, света не было, они работали, и им удалось восстановить это дело. Но самое главное, что в это время не произошла смена поколений. То есть все время получалось, что есть поколение, проходит там, допустим, лет 15-20, приходят следующие поколения, которые учились у тех, то поколение училось у тех и так далее. Естественный процесс. А тут выпало целое поколение, и причем, ну, то есть вот те, условно говоря, сейчас на самом-самом пике должны быть люди, которым лет 45-50. Вот это самый пик, скажем, вот, ну, скажем, режиссеров, да? А их нет. Нет режиссеров. То есть у нас есть режиссеры, скажем, за 60, это много, либо есть уже там люди, которым там порядка 30. Вот просто вот эта вот серединка вся, она выпала. Потому что, во-первых, не учились тогда, и фильмов не было, а те, кто были, поскольку работы не было, многие уехали. Вот уехала Марина Разбежкина, уехал там Сергей Литовец, уехал там вот Дима Ешонков, допустим, оператор, который к нам теперь приезжает, как, значит, московская звезда, и рассказывает, как он снимает это. А он, вот, наш казанский оператор, который с этого. Ну, много, много людей, вот, вернее, не много, но многие из тех, кто мог бы здесь работать, уехали. И все. А дальше что получается? Дальше ведь передавать опыт от 60-летних к 20-летним, это очень, тут даже 30-летних мало. 30-летний, вот я, да, ну, сколько таких, как я. А 20-летним это очень трудно. Во-первых, ну, честно говоря, уже там техника очень сильно шагнула вперед, и менталитет поменялся, да. Вот, и сейчас приходится восстанавливать вот это вот поколение практически. Ну, не то, что с нуля, но труднее, чем если бы было вот это среднее поколение. Но это удалось, в общем-то. Да, и сейчас как раз вот этот вот подъем татарстанского кино связан с тем, что вот эти вот молодые ребята, которые в диапазоне сейчас от 20 до 30, там есть много действительно очень талантливых ребят, которые, к сожалению, опять очень много уезжают в Москву. Но мы их, правда, этому и готовим. Мы им даем тоже, ну, там, навыки, там, контакты, с кем связываться, там, союз кинематографистов. Многих мы там сами направляем туда. Но, тем не менее, жалко. Вот сейчас опять у нас два человека очень интересных, на которых мы рассчитывали в Казани здесь. Опять уехали один в Москву. Почему уезжают, если в Казани можно точно так же снимать и точно так же работать? Они-то уезжают, потому что им предложение там, ну, допустим, какие-то гранты получают, уезжают туда. Сказать, что там прям задерживаются, сейчас уже не задерживаются сильно. В Москве же очень много людей, и очень легко слиться в этой массе. Да. Мы часто, на самом деле, уезжают, потом они возвращаются через некоторое время, но возвращаются уже опять трудно адаптироваться. Мы часто нашим как раз студентам говорим, вот, думают, что Москва, там же звезды, там большие деньги, все. Говорим, допустим, ну, есть сколько-то денег, которые могут быть потенциально выделены на кинопроизводство. В Москве и в Казани. Вот в Казани, в Москве вот столько денег, а в Москве, ой, в Казани вот столько денег, да, соответственно, вот в Москве. Но посчитайте, сколько кинематографистов, снимающих там и здесь. То есть, допустим, Союз кинематографистов в Казани, вот сейчас в Союзе кинематографистов ровно там 40 человек. В Москве московское отделение Союза кинематографистов 5,5 тысяч, да. Ну, даже больше сейчас. Это еще надо учитывать, что же на каждого члена еще по 10 нечленов. Это еще трудно стать членом Союза. Очень там подолгу все это дело происходит. Если вы возьмете вот эту кучу московских денег и поделите на всех московских кинематографистов, и маленькую кучу казанских поделитесь на всех казанских, окажется, что в Казани-то больше. То есть, в Москве, да, там есть большие проекты, но голодных столько, что ты просто среди них как в муравейнике бегаешь, и там дерутся за куски, причем за куски достаточно маленькие. И ко мне там часто звонят из Москвы и говорят, а у вас нет ли чего-то здесь Казани? Ну, многие это и говорят, ой, ура, ты знаешь, я получил там грант каким-то 200 тысяч рублей, мне надо снять там 15-минутный фильм для какого-то там вторичного телеканала. Ну и что за радость 200 тысяч? За 200 тысяч рублей снимать какой-то вторичный там фильм. А он учился там у какого-нибудь знаменитого мастера на игровое кино. Конечно, они после этого еще другие возможности. В Москве, конечно, очень легко еще потерять индивидуальность, потерять внутренний мир. И вот как вы сказали, может быть, это слово слишком высокопарно, гениальность, но в Москве творчество становится, может быть, в этом смысле, когда очень много предложений и так далее, творчество вырастает в производство. А вот если говорить о Казанском все-таки кино, в чем его уникальность, в чем его особенность, учитывая вот эту вот многолетнюю историю, чем оно принципиально, может быть, отличается от кино питерского? И сказать, что уникальность, я бы не сказал, что сейчас какая-то есть, тут немножко в другом дело. Казанске кино истребида. Возможности авторского поиска не было даже у людей очень талантливых, к сожалению, они не смогли там себя реализовать часто. Но сейчас в Казани, на мой взгляд, удивительная вот та возможность, когда в Москву ты не можешь приехать и снять, ну, условно говоря, что угодно. Хочу снять комедию, да? А не могу. Я хочу снять ужастик, хочу снять там какую-нибудь драму социальную. А не могу, потому что все поделено, все разложено, кто что должен делать, что как. А здесь в Казани, ну, находиться сегодня в Казани, это как, допустим, находиться в Париже во времена начала там новой волны. Свобода? Во-первых, свобода. Во-вторых, зритель готов принимать самые-самые разные, сегменты не заполнены. Если я хочу снимать комедию, я знаю, что комедий мало, и зрители, они будут готовы даже плохую принять комедию, потому что им это нужно, не хватает своего, да? А если сниму хорошую, то это в любом случае будет принято, ну, ура. А в Москве, какую сейчас не сними, это будет, ну, так сказать, ты будешь в числе очень-очень многих, и зрителю уже, так сказать, все сегменты заняты, он уже, как сказать, ты уже не будешь ни первым, ни сотым, кто это сделал, трудно сделать что-то яркое. Вот, Казань сейчас в этом смысле город возможностей, но расплачиваться за это приходится там, работая с маленькими бюджетами или без бюджетов. Ну, по мне лучше так, но зато с ней что-то прикольное, чем работать как в Москве, вот в этом вот режиме, допустим, документальный фильм для телеканалов, когда тебя берут режиссером, ты, допустим, снимаешь какой-то фильм, снял материал, а потом тебе говорят, так, нет, а вот сейчас вот он вот из твоего материала что-то соберет там так, как нам надо. Да как, я же там думал, у меня же там были планы, я же имел в виду это туда, это сюда. Нет, я бесплатно согласен, я прям бесплатно приду к вам, посижу с монтажером. Нет, даже бесплатно мы вам запрещаем, потому что наш монтажер соберет у нас по нашему формату тяп-ляп и плохо так, чтобы соответствовал точно нашему зрителю и так, чтобы ровно там заняло это одну смену. А если вы с ним будете сидеть гениально свое, вы, во-первых, две смены у него займете, нам придется за это платить. Во-вторых, вы переумнете нашего зрителя, нам, чтобы зрителю, такое не надо. Поэтому до свидания. И ты со своими творческими амбициями, даже на таком пустяшном проекте, как там документальный фильм. То есть Казань — это город сейчас открытый для творчества, что касается кино. Но вот мне хотелось бы тогда спросить, все-таки те фильмы, которые снимают ваши ученики, это большинство фестивальные все-таки работы? Нет, как раз наоборот. Их берут на фестивали, но абсолютно наоборот зрительские интересные фильмы, которые в прокат выходят. Айсулова сейчас, прокат вышел недавно, например, там крутилась мелодрама. Айсулу, да, это мелодрама на татарском языке, в общем, там была популярная. Тот же вот недавно фильм был «Все говорят прощай», такая, ну, что-то типа трагикомедии. Тоже очень легкий фильм, очень интересный фильм сняла вот Алиса Галиева, «Эхо» называется. Это монодрама, уникальная. Поэтому история, ну, парень пошел в лес собирать грибы и наступил на мину, которая осталась после Второй мировой войны. И в кругом лес, вокруг никого, он стоит на этой мине, если он с нее встанет, то она взорвется. Как будто раньше мина была, да, зажало это. И что он делает? А вот дальше целое приключение, которое там полчаса длится, как он придумывает, что ему делать, с огромной изобретательностью пытается найти, как ему из этой ситуации спастись. Но это прямо такой хичкоковский триллер. А где эти фильмы нужно видеть? Можете посмотреть на сайте нашей киношколы, школы авторского кино. У нас там многие выложены. В этом году вот несколько фильмов, которые были представлены в фестивале. Ну, вот номер девять, очень яркий фильм Юры Данилова. Это, конечно, чисто фестивальная работа, такая сложная, где там главную роль играет Обязов. Но очень, очень, ну, красиво это сделано, так художественно. Вот, а некоторые работы, наоборот, очень легко воспринимаются. То есть, наверное, я бы сказал, что чаще наши студенты как раз зрительское кино снимают. Достаточно легкое для восприятия, но при этом интересное. То есть, с авторским взглядом. Очень интересно. А вот все-таки, если вернуться к фестивальному движению, насколько оно сейчас в Торстане, в Казани ярко представлено, и насколько его достаточно сейчас, если говорить о кинотехнологии? Я думаю, что фестивальное движение всегда можно расширять. У нас, как в Казани, главный локомотив от Казанских международных фестивалей мусульманского кино, у которого есть очень хорошие плюсы и есть минусы. Но имеется в виду самой концепции. Все навсегда возникают споры, что почему мусульманское, что можно назвать мусульманским. Кто-то требует, чтобы, значит, там было только, как это сказать, такое пропагандистско-проповедническое кино. А если оно не такое, то они, значит, ругаются и пишут письма, почему вы не такие фильмы показываете. Но с другой стороны, все равно это очень необычная подборка, необычный формат и действительно такой международный резонанс. Студенческие фильмы, фестивали студенческих фильмов, то есть они тоже есть, и фестиваль студенческих фильмов при большом фестивале, который одновременно с ним проходит. Есть еще несколько таких проектов, поменьше, есть You Shoot. Но я думаю, что всегда надо расширять и добавлять новые проекты, потому что молодежного кино очень много, и много фильмов есть очень талантливых. Не сомневаюсь даже из того, что вы сейчас рассказали, просто заинтриговали очень сильно, и хочется смотреть. Я знаю, что с 22 по 24 октября в Казани пройдет первый открытый международный фестиваль студенческих и молодежных аудио- и видеоработ вовремя. Вы, насколько я знаю, будете проводить на этом фестивале мастер-классы, и будете членом жюри фестиваля. Не могли бы рассказать об этом? Сейчас как раз наши телезрители видят сайт фестиваля. Расскажите, пожалуйста, об этом фестивале. Я сам с нетерпением жду, как это будет происходить. Но молодежный фестиваль, на который, я так понимаю, заявлено много работы, я еще не видел пока полностью их. Во всяком случае, там есть интересные мастер-классы. Я говорю не только о себе, а там я видел интересные другие. Там вот варианты. Думаю, что это будет интересно расширять вот этот вот круг. И, в общем, мне приятно, что это проходит в КФУ, потому что вообще круг именно вузовская среда, вовлечение вузовской среды вот в кинематографическую эту тусовку очень важно. Потому что как раз из ребят, которые сегодня студенты, завтра возникнет вот это поколение новой татарстанской волны. Я знаю, что вы тоже выпускник КФУ, заканчивали университет. Я, да, я закончил ВМК, действительно. ВМК? С красным дипломом. О! Помогает вам? Так что я экономист и программист по образованию. Помогает. Помогает экономист. Потому что я потом уже понял, что как много у меня навыков, которые, видимо, необходимы были бы продюсеру и которые я бы изучал, будь я продюсером, допустим, где-нибудь во ВГИКе. Наверное, меня бы учили этому же, и неизвестно, было бы это так же хорошо. Вот. Потом, ну, я достаточно много работал зато с такими тематиками. Там у меня были телепередачи, у меня были телепередачи экономические, по макроэкономике, были передачи по компьютерам, и там везде требовались эти навыки. И сценарии мы пишем. В общем, я каждый раз сталкиваюсь, что да, в сценариях я использую какие-то... Есть, допустим, сценарий, непосредственно построенный там с теорией игр. Он связан с теорией игр, и это все связано, там, событие развивается, связано с боксом, но связано с тем, что кто-то нашел некий идеальный алгоритм бокса, высчитал просто с помощью теории игр. И в связи с этим он обрушивает... Только выпускник МК, наверное, может такой сценарий. То есть вот оно же проявляется, и вот оно проявляется в какой-то кинематографической форме. Так что, ну, я тут очень благодарен этому образованию. Мы сегодня с вами много говорили о том, что интересно молодежи, что интересно студентам, что интересно вашим студентам, что интересно молодому зрителю. А что вот интересно сейчас конкретно вам, как творческому человеку? Мне сейчас интересно. Ну, то есть есть несколько разных проектов, самых разных я бы хотел сделать. Вообще поработать в разных жанрах. Мне интересно попробовать, как минимум снять хотя бы по одному. Один детектив, одну комедию, один нуар, один боевик, один там восторг. Хотел бы. Это перспектива на срок. Да нет, я надеюсь, что там... Ну, хотя бы по фильму в год. Не так уж долго. А что касается тематики, я последнее время вижу, что надо не из головы брать, а слушать жизнь. Очень много смотрю с событиями вокруг, читаю статей, встречаюсь с разными людьми и жду, что они мне дадут понимание того, что остро и насущно сейчас. Потому что если я, условно говоря, со своими любимыми фильмами заперся, там у себя за столом, за компьютером и сижу и что-то изобретаю, это все равно будет высосано из пальца, даже если я это качественно сделаю. Чем больше ты из жизни берешь всего этого, и чем больше ты знакомишься с самыми удивительными людьми, тем богаче то, что ты создаешь. Да, наверное, жизнь — это самый, я не помню, кто сказал, самый гениальный драматург — это сама жизнь. А на самом деле мы ничего нового не создаем. Это же так теоретически говорят, что вот фантазия человека, она может создать что угодно, наоборот, фантазия человека не может создать ничего. Это ни на что не способный инструмент, фантазия человека, она комбинирует. То есть она может комбинировать то, что мы видели в жизни, или то, что кем-то было скомбинировано. Допустим, там есть лошадь, есть человек. Мы их скомбинировали, и получился кентавр. Мы говорим, о, какая фантазия у человека, он создал там удивительное животное. Он не создал, он скомбинировал. А когда мы пытаемся создать что-то абсолютно незнакомое, мы не можем создать. Все равно окажется, что у этого незнакомого, допустим, будут ножки от паука, а глаза у него будут от краба, ну, там еще что-то. Но это в любом случае что-то из жизненного опыта. А дальше мы берем, например, вот был Сальвадот Дали. Он накомбинировал много классных вещей. Он придумал там мягкие часы висящие, которые могут висеть на ветках. Я могу взять эти часы, скомбинировать своим жизненным опытом, придумать что-то новое. Но в любом случае мы комбинаторы только, а комбинируем мы из деталей, которые первоначально были взяты из жизни. Так выходит. То есть самые первоначальные идеи, которые даже другими художниками, какими-то супер богатой фантазией, Льюиса, Кэрролла, Босха, все равно это на жизненной основе было взято. То есть не бывает негативного опыта в таком случае? Нет, дело не в негативном опыте. А дело в том, что все равно жизнь всех питает. Даже если кто-то думает, что он питается не жизнью, там только жизнь и больше ничего. Если человек все свое вдохновение черпает из каких-нибудь очень странных книг, так то, что в этих очень странных книгах написано, все равно изначально оно откуда-то из жизни взято. Это чей-то жизненный опыт, который, может быть, какие-нибудь древние греки имели в прошлом. Они скомбинировали, допустим, появились странные истории про Медею, которая убила своих детей, про Эдипа и тому подобное. Мы можем этих историй даже не знать, но фильмы, которые мы смотрели в детстве, они основаны на опыте, все равно идущем оттуда. И в итоге мы думаем, что мы придумаем что-то новое, а оно все равно исходит из тех архетипов. И просто можно взять хорошие книги исследователей, которые это изучают, они просто как дважды-два разложат, что все равно вы комбинируете из кусочков жизни. Тогда зачем пытаться думать, что я такой гений из головы все изобрету, лучше послушай жизнь, и тебя зритель тоже захочет это узнать, потому что он же тоже своим жизненным опытом сопоставляет. То есть получается, что вы и своих студентов, и сами в первую очередь учитесь наблюдать и видеть жизнь, и потом уже ее как-то воплощать. У нас интересная программа в том плане, все начинают всегда с документалистики, в любом случае. А после этого в какой-то момент есть задание, когда наоборот создание удивительных миров, где они должны создать нечто совершенно сумасшедшее. Но в любом случае опыт документалистики у них есть, и когда они вот это берут, опыт работы с актерами, опыт создания сумасшедших миров, опыт воспроизведения, допустим, они должны уметь взять документальный фильм, а потом с помощью актеров воспроизвести это один в один, так, чтобы мы не могли понять, документальное это или постановочное. Вот, например, такое. И вот в итоге получаются интересные режиссеры на основе такого совмещения. Очень оптимистичный такой у вас прогноз. И, конечно, вы заинтересовали, несомненно, наших зрителей и радиослушателей, что в Казани развивается кино и много очень потенциально интересных режиссеров. И есть что смотреть, и будет что смотреть, несомненно. Напоследок, я только хочу пожелать нашим телезрителям и радиослушателям смотреть исключительно хорошее кино, и в том числе казанское, наверное, кино, которое будет появляться с каждым годом все больше и больше у нас. В гостях сегодня был кинорежиссер Алексей Барыкин. Спасибо большое. Спасибо вам. Увидимся снова ровно через неделю. Всего хорошего.